Мы с Анночкой сейчас едем с меня, шли с ней, зашли на Мерседес. Ты его не сняла? На Мерседес, нет, я его сняла кусочек, да, да. Я так навела, но не знаю, сняла, не сняла. Короче, сидим, разговариваем с этим дядькой, обыкновенный такой дядечка, как его Майкова зовут, да, ну такой, ну обыкновенный, короче, обыкновенный это обыкновенный. А я же сижу спиной к двери, Алла сидит так полубоком, ты смотрела на дверь. Я его не видела, мне дверь закрывала. И вдруг я слышу, а тот звонит, говорит, тут две женщины пришли, спрашивают, ну, за Мерседес Дизель, говорит, можешь подойти? И слышу, сзади кто-то подошел и что-то разговаривает, что-то рассказывает там, что-то такое, я поворачиваюсь, я поворачиваюсь, я чуть со стула не упала, я такая, а, а, боже, он меня ослепил такой красивый, такой красивый, в костюме, в таком синей, белая рубашка, такой прям красавчик, только что сошел с обложки журнала, просто. И я, а, ну, я молча, конечно, но у меня внутри такой переворот. Какой молча? У меня, у меня, я, а, оберну, а, сижу к нему спиной, а повернуться, полубоком повернуться, а тут вся моя херотень, все, все вот эти, и думаю, боже, а как, а как повернуться, а, а, и я, а, и, боже, боже мой, боже, какой красавчик. Я, 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 я говорю, господи, что ты, что там? Да ты у него все спросила, а ты жена. Нет, сначала, сначала я спросила про Мерседес, про этот дизель, он говорит, что не дюзель, да, и потом, и потом, я не могла себя в руках держать, я говорю, я, 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 как же, я, я не спросила, ты жена. Я говорю, ты женат, он говорит, нет, я говорю, да ладно, нет, как нет, я ему сказала, ты такой красивый, я не могла сдержать себя, я говорю, боже, такой красивый, не женат, это было нечто просто, я же к нему, что поворачиваюсь назад, повернуться же не могу, потому что сижу ногами под столом и с этим дядькой же вот так вот в лицо. Потом очень красиво села. Села, да, все-таки. Подвернулась, ты повернулась вот так вот. Я полубоком все равно я пою, полубоком, мне надо было показать красивую улыбку, он же никогда не видел, он думает, господи, господи. Он говорит, да, я не женат, но он начал оправдываться, мы никто ему не предлагали вообще, не замуж, ничего, мы руки не просили и сердце. Чего он так, что? Пустите переночевать. А паньки сзади нам сигналят, мы подрезали кого-то, я надеюсь, у них с собой автоматов нет, калашники. Ой, короче, какой, скажи, красивый был мужчина, все офигительный. А мы, Сала, обычно у нас не сходятся. У нас вкусы разные. Она говорит, фу, блядь. А тут, ну просто, ну просто, с обложки журнала. С обложки журнала пришел мужчина в костюме. Плейбой, вот, плейбой, да. Прямят. Волосы там, ну просто весь, весь, просто. Десять баллов из пяти. Пипец, какой красивый. Я, конечно, вообще, ну я, понятнее дело, я как бы играю. Мне он 300 лет, но с другой стороны, да, если бы. А, не знаю, чтобы это было бы. Не переживай, у них есть вся твоя информация. Так а мне-то, не, ну ты что, первое, молодое для меня. Ну с чего ты взяла? Ну ему такой возраст, такой он, ну прям. Знаешь, как он мне напомнил? Этот, агент 007. Да, точно, точно, точно. Скажи, вот, агент 007. А я с этим разговариваю, самым обыкновенным. Вдруг поворачиваюсь и... Я же, я же не знаю, думаю, что ж там такое, понимаешь? Я обалдела, зачем же пугать такой красотой. Такой классневый мужик. Высоченный такой прям. Соль, это восстанавливает. А когда мы уходили, что он сказал, когда мы уходили? Мы же уже уходим, и он что-то нас догнал, и что-то он стал говорить. Он сказал, что он, ты хоть ли найдет что-то для нас? Ага. А я спрашиваю, мне нужен дизель. Я говорю, пусть это будет 20-й год. Только чтобы машина была не пользована, чтобы она была новая. Он говорит, ну, таких уже не производят, как бы, и американцы, говорит, американцы не расстаются с дизелем. Потому что они сейчас не будут продавать дизель, потому что с дизелем уже якобы не производят. Что-то в этом роде он сказал. Ну, это говорил Майк. Ну, я посмотрела на сайте. Ну, этот сказал, что он говорит, я для вас найду с дизелем. Да, да, да. Вот так вот. Он примерно работает. Вот так вот. Так что он нас догнал. Он, наверное, нашалел, что сидит нормальная женщина, поворачивается, такая, о-о-о, и начинает закидывать его. Я просто не могла рот закрыть. Начинает закипать. Я не могла закрыть воду. Я даже не закипала. Мне по барабану. Мне нафиг, пофиг не нужен. Вообще, я таких красавчиков не люблю. Но я не могла сдержаться от такой красоты. Не, ну просто... Не, ну просто... Не, ну как-то... Ну, они какие-то пресные, эти красавчики. Недавно только были. Ну, арт, это другое дело. Арт. Ну, конечно, это другое. Арт, это чуть-чуть... Это кинхон. Да, это кинхон. Это вообще. Это такой более спортивный, такой прямух. В общем, вот так вот рассказали нашу историю. Скажи, чокнутые бабы какие-то. Сейчас мы едем на форт. Это же сидит. У нее тоже челюсть. Сейчас мы на форт. У нее тоже челюсть от Виши. Она на него такими глазами. Ну, потому что... Я его не видела. Ты понимаешь? Он стоит же за кабинетом. И мне вот эта стойка мешает. Я его не вижу. Он уже вышел сюда поближе. Чтобы я не высказывала. Ну, ты когда увидела, у тебя тоже было лицо. Ну, уверенно. Уже... А, 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 вот такая вот. Ну, звезда вышла просто. И как, ну как. То челюсть, конечно, отвалилась. У меня и у Аллы, потому что... Так, а мы сейчас едем, мы едем и разговариваем. Я говорю, боже, бедный этот Марк или как у Майки. Бедный этот Майк. Он нас полчаса водил, показывал. С нами раз больше. На все вопросы отвечал. Мы ни разу, мы даже не сказали там, ну, хорошего слова. Ну, мы сказали там, have a nice day. И тут заходит этот красавец. И мы ему такие, ааа, какой красивый, какой вот. Скажет, ну, вот девки, вот так вот. Все равно, что мы его оскорбили. Мы его не оскорбляли. Ну, то, что мы ему ничего не сказали, а накинулись на этого. Мы его реально оскорбили. Он будет долго думать. Вот это да. Конечно, да. Ну, что поделать? Нельзя быть красивыми такими. Мне понравилось, очень понравилось, что когда мы зашли, и этот, Майк снял маску, он его под подбородок. Майк что делал? А этот, снял маску. Он был в маске, когда он пришел к нам, он был в маске. Да, я помню, он подошел к нам в маске, да. Он снял, он снял под подбородок. И вот этот, который агент, он тоже, он без маски вообще подошел. Да. Он вообще подошел без маски. Вот это мне очень понравилось. Ну, посмотрел девки две молодые, он надеялся нас сейчас сразить своей красотой. А он нас не сразил, даже снял маску. И подошел вот этот, и все. А тот сразу понял, что им надо было ему в маске оставаться. Может, больше шансов было заработать. Вообще, блядь. Но этот Майк, он стал родным, заметила? В конце, он просто стал родным. Он уже рассказывал все. Я говорю, скажи мне, как, вот если, допустим, я была твоя сестра, вот что лучше, вот это или вот это? И он такой, скажу тебе по-честному, вот это, вот это и вот это. Короче говоря. Нет, на сегодняшнюю ситуацию мне аж стыдно. Нет, вот честно, мне аж немножко стыдно, потому что я себя... Люда, ты правда сказала. У меня такой не сдержанный. Человеку приятное сделала, понимаешь? Ну, поэтому он не мог от нас оторваться. Что ему надо было еще портию комплиментов. Естественно. Посмотри, он сразу, он сразу засуетился. Я побежал оттуда опять, а ты побежал опять. И начал нам и то, и то, и то, понимаешь? Но мне это не впервые. Я постоянно полицейским. Когда меня останавливает полицейский, мы с Наташей когда ехали, и подходит полицейский. Такой красивенький, такой, ну такой маленький ворсточка. Я открываю, у меня окна открыты. Он подходит, он только ко мне подходит. Я говорю, а юмэйт? Он говорит, есс! И показывает мне палец. Я говорю, ааа, опять не повезло. Опять не повезло. И он такой, все, ребята, решайте. Все, он же за нами ехал с этой штукой. Он идет и улыбается. Ты такой же красивый. И первый вопрос, я ему в лоб. Ты жена? Он говорит, да. И все. Я говорю, ну что? Я такая невезучая, ну опять, ну что ты? И он нас отпускает. Я, ну полицейский, я, 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 как бы, я, я, я включаю дурочку. То есть, ну нормальный человек так не должен говорить. Потому что это неправильно, это некрасиво. Ну, с полицейским можно с ним, чтобы... Пока он будет думать полицейский, там, ненормальная я, либо нормальная, я уже уеду. Он меня уже отпустил. Сколько раз такое было. А как с этим я, когда тоже в Калифорнию ехала, и полицейский сзади, уйдю, уйдю, после заправочной станции. Я думаю, боже, ну что делать, ну что делать. И он подходит ко мне. Я говорю, ой, ой, мне так в туалет надо. Я прям, он такой, да, да, иди. Иди, я говорю, ты меня будешь ждать? Он говорит, да. Я забегаю в этот, а я вообще, мне туалет не был нужен абсолютно. Я забегаю в этот самый, говорю, где у вас туалет? Он говорит, нету, а тот же слышит. Я говорю, ай, что делать? Он говорит, все, все, езжай. А так у меня был бы штраф, ты понимаешь? То есть, я с полицейскими иногда позволяю себе сказать, боже, какой ты красивый, а ты женат, или там что-то такое сразу. А когда тот полицейский нас остановил, я сразу Дугласу звоню, говорю, Хани, я говорю, все, мне нужен развод. Вот я встретила своего мужчину, самый красивый в мире полицейский, я выхожу за него замуж, он такой, да, я женат, да, я женат. Я говорю, ничего страшного, ничего страшного. И рассказываю Дугласу на громкоговорителе. А Дуглас такой молодец. Он с тем, конечно, был классный. Дуглас. Вот честное слово, так вот сравнить, да, если бы мне попался бы, допустим, Арт и Дуглас, ну, вот до того, как я за Дугласа, и я бы знала качество Арта, я бы вышла замуж за Дугласа. Потому что он такой молодец, он такой кайфовый. А я не помню, что там такое-то. Он просто, он просто, ну, он же знал, что там полицейский. Он понимает, что я пургу несу. И Дуглас сразу врубается. Он мгновенно понял, что я несу пургу с тем, чтобы не получить тикет, чтобы меня в тюрьму не забрали. Мы же, получается, что мы залезли на чужую пропорти, там, треспасинг, почти нас могли забрать в тюрьму. Он тут же включился, и тут же что-то начал говорить, подакивая мне, типа, ой, мне тебя будет не хватать, а как там, что-то такое там, что-то херню начал говорить всякую. И полицейский, у него такие глаза, да я женат. Я говорю, ничего, ничего страшного. И потом же он нас отпустил еще и подружился с нами. Я говорю, я Али сейчас говорю, если бы я была одна, я бы, конечно, так бы, ну, я бы не стала бы так вот дочеку говорить, ты красивый, ты женат, я никогда бы в жизни. Ну, то есть, мы как бы с Аллой вместе, и у меня такая чертовщинка у меня. У меня, типа, не я, да? Да, да, да. И я же, конечно, мужика обрушилась этими комплиментами. А мужики вообще падки на комплименты, больше, чем женщины. Ну да, потому что здесь американские женщины, им так не говорят. Американки, они такие, нос кверху пошла. У нее такие 10 завтра. Да. Я прямо расплю, это как мороженое, знаешь, растаял. Я всегда, я всегда, абсолютно всегда комплименты отпускаю, всех хвалю. Я рассказывала много раз, когда я приехала, мы с Дугласом только поженились, и он такой расчесывается утром у себя в этом ванной. И говорит, слышь, я прохожу меня, он говорит, I am ugly, I am ugly. Какой я страшный, он говорит сам себе. Я говорю, тихо, тихо, кто, 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 где страшный? Он говорит, я страшный. Я говорит, а что значит, я, значит, наверное, я слепая, я вышла замуж за страшного мужика, мне нужен развод. Он, нет, нет, я не страшная, красивая. Я говорю, вот так, чтобы ты мне каждый день, теперь с утра до ночи только пил, посмотри, какой я красивый, посмотри, как тебе повезло. И договорились за того, что он мне потом, он настолько в это поверил. Да ты поверила, ну я знаю. Он реально, так он мне всегда, тебе так, тебе так повезло, посмотри, какой у тебя красивый муж. я грял умный как он где-то умный как умеряю чувство юмора какое да конечно едем там же на два брата близнеца что это уже все уже два брата близнеца все уходит и третий как пошло стать с наших этих с эскимосов близнецов так надо два таких красавца когда подумать что бабы дуры там только на мужиков смотрят не то что нам не на мы просто как мы просто это шва то подумать что мы за пакет озабоченный обещал от бога братьев из кемосов уже навряд ли у нас эскимосы были когда мы были вот там на необитаемом острове ну вот что-то укрепилась что у нас будет два брата близнеца я и алла говорит вот он не сам пошел алла говорит да зато мы друг друга не будем пилить что два брата близнеца будут абсолютно одинаково не будем друг другу завидовать и не будет хвастаться нечем будет потому что одинаковые а вот мой а вот мой а мы вот такие глаза мои вот такие же а вот мой у него мазда фордец поехали мы сейчас идем смотреть еще фордец мы сегодня смотрели я влюбилась в этот мерседес все я покупаю мерседес буквально через неделю ну давай здрасте а братья близнецы нормально ты мы сюда мы сюда вообще не приехали покупать ничем и приехали братьям близнецам красивым такой скорости они с такой скорости несутся ты вообще моей жизнью не не дорожишь абсолютно не дорожишь что я пример жила после моря холодный такой воздух и я прям сижу мне прохладимся а сейчас выходим сейчас выходим пойдем не нежно улице буду еще мне в жакетках ходить что невесте а там два брата близнеца скажет я беру ту которая без жакетки и вдвоем на тебя накинутся я буду останусь одна он говорит я из близнецов говорит я нет наш возраст он говорит нет алла как ты красивая вот застыни сейчас